Третье декабря 2023 года Ты, утка, что ты делаешь разгон моим курицам? Курики, мы не купаемся В золь на песчаней ванне Есть пепел, зола От дров, топлива в перепилятнику Обегревается помещение дровами и перепиленным пометом Сюда высыпается песок, пудра актасан И пепел той, что собрался с поддувала Вот так они купятся Как бороться с туриной молью С блохами, с королопийцами Так, вчера я сделала тут 2 декабря Сделала генеральную уборку Продивиться видео Их было, по-моему, 3 штучки Потому что он не вмещается в память В общем, память забыта И шот не может смонтировать полностью Что я тут сделала Вот, сделалась пепелка Помылась, продезинфицировалась Для гнезда Это жерка Ящики промыть и подстилка Что сделала я с полом Какая подстилка на данный момент И почему такие вот прекрасные чести стены Все, все закрыто Пускай там все будет чистенько, сухенько Смотрите, не надо там быть Вот, курочки наши вот так купаются Почему зольно-песчание ванны так важны С применением препарата эктосана Можно и просто, если нет эктосана Давать возможность курям Купаться Или это земля Или это пепел Или это песок Вот, если курочки купаются Они потом вот так вот Набираются на себе Вон, бачите Земли Или пепла Вона робится Вот, бачите, у нее перо Таким Ну, уже Грязным, да И потом, когда она Витрепуется Вона таким способом Природным способом Стряхивает С себе паразитов Но Почему я применяю эктосан Эктосан Можете прочитать Вин и есть Вин и есть Вин и есть Препарат От паразитов Эктосаном обрабатывают Овец, коров, свиней Пушных зверьков Все это обрабатывается И курей, и голубей Обрабатывают эктосаном Вин есть, как в ампулах И есть Сухий, как в пудре Вот, если в ампулах То надо разводить И мыть Насесты Так же можно делать Кульверизатором Обрабатывать Насесты Гнезда И так далее И таким же самым способом Жидким эктосаном Разводить ампулу На литр воды И мыть курей Или просто брать И Прискать Там Возле попки Под крылышками Вот именно Голова Но Это занимает Очень много времени Даже и летом Можно это время Уделить Чему-то другому Даже и убраться В том курятнику Или самому Для себя отдохнуть Вот И Я делаю так Чтобы птица Уже сама Пришла Оттуда Вона именно Купается И Без Моей помощи Птица Будет Обработана Препаратом Препаратом Будет все это Прилипать Вместе с Песком Влажным Вместе с Золой Вот Все будет Приклеиваться На них И Моль Блохи Кровопийцы Яки Лупляться Через 12-14 дней Из Яйца Вот К примеру Вы обработали птицу И на этом забулись Через месяц приходите А все же то же самое Потому что Опять Вилупились Паразиты И опять Вони живут На курице Я делаю На постоянной основе Нема Немного Перерыва То есть Птица купается Позволяет Сейчас Именно в зимний период Погодние условия Значит Сыпается Тут Зола Песок И добавляется Актасан И они у нас Купаются Ты долго будешь Мені щипать ноги А вчера Тут есть Вот такие Угольки Акров Как я просушила Помещение Подивиться И песок я им принесла Уже было поздно И потушила я Цей Уголь То есть Доски Влажным песком Оставила тут Это можно сделать И активированный Уголь К примеру Древесный Уголь Он очень полезный Если птица Его есть Но я сейчас Это уже не применяю Как в корме должно было быть Не применяю Так как есть у меня гуминовые кислоты Видео Тоже Дивиться Последовательно А лучше Знать Как не допустить У своей птицы Уменьшение Яйценосности Потому что Паразиты Яки живут В курице А вони И есть Разносчиками Через помет И в крови В курице Живут Тоже Вот эти вот Паразиты И потом При инкубации К примеру Купили вы яйцо Или я Купила десь яйцо С грязного хозяйства И потом Это будет Постоянная борьба Потому что Кури есть И есть Относительные Цих блок Есть Витпрепараты Яки давать В корм Есть Препараты Яки давать в корм И ветеринары Говорят Что можно давать в корм И если Кровь будет Уже Отравлена Курице То Моль Уже сама Сыпется Стряхнется Она Не будет На курице Но В такой период Яйцо Конечно Не считается Пищевым И в случае Вы захотели Бульончика Или просто Мяска Холодчика И так далее То Вы уже не можете Зарезать Определенный Период времени Надо читать инструкцию Может даже и 2 недели Вы не можете Зарезать птицу И соответственно Яйцо Как Вы себе Пищевым Сделать Вкусную Яйцо Вы уже Не сможете Потому что Там все равно Через кровь Есть препарат Эктасана Молодец 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 Комендируй Комендируй Я думаю Коменди Молодец Встречаю Розказую Как Содержится Птица С Такими Условиями Домашними На видео Молодец У нас Молодец 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 Вкус occasional При cong Прикинуть В магазин Сода Пищевая Олес Молодец Вы ее помили Сполоснули Все На коже У нас есть Верхние капилляры Мило Это Ну Девочки Похож yang wo В çiért Они winning Туда ái И все, и потом тушка красива, чистейша, чистейша. И все. И курочки мают и такие вот красивый вид. Так, тут я все рассказала. Деемся, что тут у нас сегодня по кормам. Тут самодельный корм. Вот, башки, измельченный. Слегка есть зелень, если вам передаем монитор камеры. Тут есть стебли капусты и есть горохляная ботва, перебита на ДКУ. Ты меня пачкаешь и все. Баламутер, самый настоящий. Все, покупалися и пошли курятничек на сонечку. Вот так в затишек, потому что хоть и плюс четыре, плюс четыре у нас, это юг Украины. Но вітер поднялся, птица и запряталась. Поила и запряталась. Там у них жердочки, могут на жердочках сидеть, а могут, как хотят, просто на листочках. Так что, ребята, не паникуйте, старайтесь держать руку на пульсе. Раз в неделю уборка у меня в курятнику раз в пять дней, два раза в десять дней. И если это зима, выбираем благоприятные моменты. Вот уборка подстилки я имею в виду. Ну, а если уже стыдно перед курьмой, что обгажены стены, то уже иде побелка. Иде побелка, может идентифицировать препаратами. Можно добавить там железный медный купорос, если помещение не проветривается. И есть плесень, есть грибки, то можно железный медный купорос добавить в известь и сделать побелку. Также можно и добавить препараты в известь и сделать побелку. Ну, я думаю, тут все понятно вам рассказала. Но это вообще, вообще, каждому человеку будет понятно, понятно, что есть моль, как с этим бороться. Делаем курятнику уборку, да, на насестах. Вот можно развести вампула хехтосан, промыть насесты, промыть, к примеру, гнезда. И это делать не позже, как через 10 дней. Потому что, если, возможно, десь стряхнула с себя курица моль, курица моль, десь есть в стыках, десь есть в стыках одно яйцо, два, десять моли, то через 12-14 дней вылупится и опять, значит, надо забежать чуть-чуть наперед, хотя бы на 10 дней, на 8 дней, вот, и сделать вот такую обработку. Поэтому полностью лишиться моли невозможно, 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 ну, невозможно, ребята. Можно уменьшить до минимума, да, до, там, до 10%, это шикарный вариант, но полностью лишиться не можно, потому что кури ходят по свободе, и моль, курина моль, ее, как бы сказать, по природе, вона не может исчезнуть, вона все равно десь будет в земле, десь будет в щелочках, в песке, в грунте, только будут благоприятные условия, это будет влажность, влажность и тепло, и все, и начинается лупка. Вот наши качечки, красотулечки, еще маленькие, но хорошенькие. Тебе шля такая, такая пошля, такая пошля проверочку делать, три месяца, и вот-вот стукнула, пошла красотуля делать проверочку, да, нюрнбергский мой красавец, нюрнбергский мой красавец. Так, хотела бы вам показать и помет от курей, но что-то я не могу его обнаружить, не могу обнаружить. А, вот, сейчас пройдемся сюда, вот, сейчас покажу вам, вот, помет, чим управляются наши курочки, дивимся обязательно на состояние птицы, на их глаза, на их попки, почему несется, почему не несется, и не забываемся, о, есть, и не забываемся дивиться на помет, помет должен быть вот такой вот формы. Если птица есть багато зелени, помет вот такой, зеленуха, вот так, сейчас пройдемся, еще вот есть какашечка, вот, полностью зеленая капуста, сейчас у рационе у нашей птицы, вот такие красивые какашечки у нашей курочек, все, если попадает тут, что есть, крупинки зерна, то есть, вышла транзитом, обращаем внимание, что птице надо дать гравий, ракушку, песок и так далее, или костную, костную добавку, костную добавку, она все перетре, перешурует и будет очень хорошо. С вами была Хитрук Елена, житель южной части Украины, город Пиромас, Николаевская область, заводчик, птицевод, перепеловод, в хозяйстве у нас бресцы и мини-мясни, из бресцов у нас на 2020, то есть, в 2023 году, вот, у нас было приобретение инкубационного яйца, и мы будем создавать несколько линий, несколько веток, вот, из бресцов, которые пришли яйцом от семьи Марины и Виктора, которые проживают в Германии, будем делать несколько веток. Ну, это будет работа длительная, потому что яйцо пришло, ну, в небольших количествах с каждого питомника, и плюс при выводимости был минимальный выход цыплят. Вот, это уже есть мне как план работы, и даже отвечу вам, кто говорит, почему у вас так мало пород. Вот, берется, вот, например, ведется две породы, берется третья, берется две породы, ведется третья, какая-то отбраковывается, какая-то по помещениям и так далее не содержится, или я вижу, что мне в ней не рентабельно против тех курей, которые у меня есть. Значит, еще хочу сказать, если есть адресы, а я из них создам три ветки, вот, то это считайте, ну, по-вашему, будет три линии, то это считайте, что у меня три породы. Вот, на три ветки мне надо помещения разные, и для петухов отдельно, и для курей. Вот, будем считать, что три породы. Если из мини-мясных, буду я делать разветвление, я уже нашла заводчика, и можно поделиться со мной яйцом, вот, с яйцом, и буду из мини-мясных создавать две ветки. Буду из мини-мясных создавать две ветки. Вот и посчитаем, мини-мясных у нас, получается, две ветки, берется три ветки, вот, и, к примеру, три породы. Держать породу и удерживать породу, и делать чистку, потому что, получается, что есть расщепление, получается, есть брак, как по петухам, а курицам, ты что, то надо все равно инкубировать в больших объемах птицю. А в больших объемах птицю, то хочу сказать, ребята, что это у нас не зоопарк, у нас хозяйство. Все, он на меня кидается прямо вот на руки, на ноги. Сумасшедший ты качур, просто сумасшедший. Ну, я, возможно, еще в одном видео подниму детально, почему, вот вы говорите, почему вы не держите тих лийных. Были у нас, были джерсийские гиганти, были у нас и загорские лососевые, и юрловские голосистые. Еще у нас, какие были джерсии. Это все было показано на первом ютуб канале Хитручкин двор. До этого у нас были кохинхины, у нас были брами, у нас были архпентоны, была барковская барвистая, московская черная, у нас очень много было разнообразной птицы. Но в большей части были и картинки, была и великая птица, была выставочная птица. Пришло то время, когда ценится рентабельность, то есть кури с караспелки, кури с отдачей яйца, отдачей мяса, кури малой ежки, кури с прекрасной инкубацией, выживаемостью и минимум каннибализма. Можно иметь красивую картинку, но потом зарезать ее, а там снял перо. Это просто подушка гигантских размеров или в шикарном экстерьере, но там кушать ничего. Или ты ждешь той птице, что даст тебе яйцо, она капризная, есть такие породы курей, где ты ждешь яйцо, курицу кормишь, кормишь, а она не несется, потому что для нее это стресс. Стресс, например, ветер, холод. Вот у нас погода на юге Украины, например, была пургат там 26-го, 28-го, 29-го все растаяло, 30-го пішел дощ, 1-го пішел туман, все разъяв, снигу нема, и 2-го, 3-го сонечко, и потом, например, 8-го, 10-го может быть сильнейший мороз. Птица у меня содержится в помещении, воно не отапливаемое, ничем. В данный момент даже нема освещения. Вот в целом на двери на выход. Воно не отапливается. И в таких условиях мне выгодно выращивать ту птицю, яка у меня есть. Во-первых, мини-мясные, ценнейшее в них вкусное мясо. А брез, найдите такую курицу мясного направления, яка несется в 4 месяца. Затруднительно именно по породи курей. Так что, думаю, стоит работать. Вот, видите, курочка прошлого дня, яка все-таки не вылиняла, не перелиняла. Неслася літом при 46 градусах жари, а то и более духотища. Вони тут в эти гнезда лезли по 5-6 штук. И сейчас холод, зима, моя семья не есть без питания. Ну, мы не покупаем яйца. Мы их даже еще и продаем пищевые. Ну, вот только для тех людей, к примеру, это вот есть адвокат, есть там мастер спорта, да, в спортшколе. Есть люди, которые не инкубируют. Вони приобретают домашние, я им привозю на работу, и они вот кушают домашнее мясо. К примеру, там фирму мает свою человек, он не будет инкубировать. И он знает, что Лена ему привезе яйцо. Так что вот таким людям я продаю пищевые яйца. Больше не а. А вот инкубационные, да, инкубационные мы продаем по цене инкубационных яиц. Так, ну, вот такие вот видео вам, информацию, продивляйтесь видеоинформацию, потому что, может быть, видео рассказывала я вам или про моль, или про помещение, или про корм, но в том видео я еще могу открыть более детальную информацию, более что-то полезное. Он может проскочить, вот, и в этом видео вы подивитеся. Все, с вами была Хитрухи Лена. Если по приобретению инкубационного яйца, прозванивайте по номеру телефона 067 347 68 32, а лучше пишите в Viber, вот, и я с вами свяжусь. Потому что по связи по телефонам не всегда можно дозвониться. А почему? А потому что по хозяйству, как работаешь, нема таких карманов, где держать большой телефон, и плюс его можно уронить и так далее. Не всегда он у меня. А если я снимаю видео для вас, значит, все, разрядился, и я занесу в дом, пускай заряжается. Так что, вот, дала вам полнейшую информацию, полнейшую информацию, что будет на 2024 год, 5, 6 и так далее. Вот, больше никаких пород, я уже сказала, достаточно. И в этом году было приобретено от Марины яйцо билифельдеров. И также приобретено яйцо двумя посылками породы кольбекс мор. Как бы думали завезти еще, но все. Там все прошло на ноль. Осталась одна курица, а вон она и була кольбекс мор. Сейчас я вам ее покажу. Ладно, я ее в видео уже показывала. Сама вон она палива. Могла вкачивать.